На портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. Сегодня мы будем изучать 13 главу этого Евангелия, в которой содержится большое количество притч Иисуса Христа. Как и ранее, мы уже обращали на это внимание, почти все притчи Иисуса Христа касаются темы теократического Царства Божия, «яко на небеси и на земле». То есть они рассказывают о том, как необходимо, чтобы божественные принципы, которые торжествуют на небесах, эти же теократические принципы, они состоялись бы и на земле. Земля в данном случае есть мы, созданные из праха земного. И когда Христос воцаряется в наших сердцах, это значит, что Слово Божие с небес достигло этой земли. И мы читаем начало 13 главы. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу и поучал их много притчами говоря». Как мы ранее уже обращали на это внимание, если человек сидит в лодке и обращается к людям, которые на берегу, то возникает эффект, голос, он отражается от воды и становится более ясным. Это как бы, если хотите, естественный такой стереоэффект. Этим самым Христос создает прецедент, что мы можем использовать как бы некие обстоятельства, сейчас это технические обстоятельства, для того, чтобы донести до людей весть Святого Евангелия понятно, разборчиво, ясно и четко. И далее идет притча о Сеятеле. «Вот вышел Сеятель Сеять». И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло, солнце увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросла терния, и заглушило его, иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит. Когда Христос произносит эту фразу, мы на это уже обращали внимание, кто имеет уши слышать, да слышит, он как бы говорит, что здесь смысл сказанного как бы не лежит на поверхности, но только тот, кто имеет духовный слух, он может проникнуть в тайну образности той или иной притчи. Сеятель, который вышел сеять, это сам Христос, который сеет слово Евангелие, которое падает на ту или иную почву. Почва – это люди. О создании первого человека, так и сказано, и создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Но наши души находятся в разном состоянии. И эта притча показывает, что мы не одинаково реагируем на проповедь Евангелия. И далее мы читаем. И, приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им. Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. Избывается над ними пророчество Исаии, который говорит, слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Вот здесь Христос показывает действительно, что по-разному люди реагируют на проповедь Слова Божия. И есть только особые избранники, которые с открытым сердцем воспринимают то откровение, которое он несет роду человеческому. И далее он обращается к этим избранникам в лице двенадцати апостолов. «Вы же блаженны, ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Действительно, пророки общались с Господом, некоторые получали откровения от Бога во сне, некоторые могли упасть на землю с открытыми глазами, созерцать какие-то тайны в экстатическом состоянии, как в полухе света божественного откровения, которое прорывалось буквально в их сердца. Но пророки не ожидали, что они могут общаться с Богом непосредственно. Самый великий из пророков Ветхого Завета Моисей называется Боговидец, он как бы собеседовал с Богом лицом к лицу, как бы созерцая его лик. А Бог, действующий в явлении Христа, Христос и есть Слово Бога, которое стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины, это Бог, который настолько приблизился к людям, что стал одним из нас. Самое великое откровение Бога о самом себе в Его Сыне, в Господе нашем Иисусе Христе. Поэтому есть великое преимущество для христиан иметь свидетельство Евангелия, когда непосредственно Бога Слова сам Сын Божий Христос ходил по земле и ясными, понятными словами излагал истину веры. «Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле», говорит Христос, и далее с 18 по 23 стих он дает истолкование этой притчи. «А вы же выслушайте значение притчи о сеятеле ко всякому слушающему Слово о Царстве», то есть о теократических принципах Бога. И, кстати, всякий раз, когда мы читаем молитву Отче наш, мы просим Бога, чтобы Его теократические принципы, которые осуществились всецело на небе, они также осуществились и на земле. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твое, яко на небеси и на земле». «Ко всякому слушающему Слово о Царстве и неразумеющему приходит Лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге». «Посеянное при дороге» – это когда человек еще не изменил свои пути и Лукавым очень легко сбить такого человека с правильного понимания евангельского откровения. «Опосеянное на каменистых местах» означает того, кто слышит Слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен, когда настанет скорбь или гонение за Слово, тотчас соблазняется. Непостоянство – это проблема многих верующих людей, которые в начале своего пути охотно воспринимают истины Евангелия, но не будучи людьми последовательными и постоянными, они могут все быстро забыть, потерять, выветрить из своего сознания и остаться опять пустыми. «Опосеянное в тернии» означает того, кто слышит Слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает Слово, и оно бывает бесплодно. Зона богатства, заботы века сего, бизнес – это зона духовного риска. И те люди, которые имеют богатство, которые участвуют в бизнесе, они должны воспринимать свое собственное богатство как некое поручение от Господа, которое им дано. Но если они иначе оценивают те усилия, которые они употребляют, и тот результат, который они имеют, это помешает им уразуметь волю Божию прежде всего относительно и самих себя. И слово окажется бесплодным в их сердцах. «Посеянное же на доброй земле» означает слышающего Слова и разумеющего, который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. Оказывается, слово Божие надо не только слышать, но и разуметь. Для этого мы проводим эти беседы на портале «Экзогет», чтобы выслушать чтение Слова Божия, а потом помочь, исходя из толкования святых отцов, правильно уразуметь это слово. «Чтобы был плод этого слова во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать». И далее мы читаем притчу о плевелах и пшенице. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел». В этой притче говорится о том, что когда мы, христиане, впадаем в духовную спячку, дьявол начинает действовать против церкви, сеет плевела. Плевела – это ереси. То есть Бог попускает еретикам появляться в этом мире тогда, когда мы впадаем в духовную спячку. И это Бог попускает с намерением разбудить нас, чтобы мы вышли из этого состояния духовной спячки и ступились бы за идеалы святой веры. Придя же, рабы-домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевела?» Он же сказал им, «Враг-человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Казалось бы, если есть ереси, есть секты, сектанты, может быть, можно каким-то механическим путем решить эту проблему, может быть, полицейские методы какие-то использовать по отношению к этим людям, но на самом деле это все не работает. Но он сказал, «Нет, чтобы вы, выбирая плевела, вы не выдергали вместе с ними пшеницы». И действительно, давно заметено, что те люди, которые слишком рьяно, с таким безбожным, чуть ли не комсомольским энтузиазмом, борются с сектантами, еретиками, они потом свою агрессию могут перебрасывать и на самих православных христиан, которые не разделяют стратегию ведения борьбы с инакомыслием, присущую великому инквизитору, тому или иному. Святые отцы учили нас ненавидеть ересь, но любить еретика и бороться за его душу. Так святитель Иоанн Златоуст в слове о проклятиях учит еретические догматы, мы испепеляем огнем веры, самих еретиков любим, как немощных братьев наших и добрыми делами стараемся обратить их ко Христу. Потому что сами еретики являются жертвами тех же самых ересей, которые они и распространяют. И не полицейскими методами решать эту проблему, а проповедью чистого православия, с любовью, с молитвой за заблудших, дабы и они обрели путь спасения. Но он сказал, нет, чтобы, выбирая плевела, вы не выдергали бы вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам, то есть ангелам, соберите прежде плевела и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Пшеница это народ Божий, который собирается в Царствие Небесное, в Царствие Божие, как чистая пшеница, очищенная от всяких плевел, собирается в житницу. Далее идет притча о горчичном зерне. Горчичное зерно считалось в то время самым маленьким семенем. Иную притчу предложил он им, говоря, «Царство Небесное подобно зерну горчичному, который человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». То есть когда вера только-только обнаруживается в сердце человека, она может выглядеть как что-то совсем незначительное и слишком малое, слишком несовершенное. Но если веру развивать, приумножать, а мы знаем источник веры, это Слово Божие. Ибо сказано «вера от слышания», слышание от Слова Божия, и когда вера возрастает через общение со Словом Божием в сердце человека, оно может действительно оказаться огромным деревом, и птицы небесные будут прилетать, ангелы Божии будут радоваться об этом человеке, который через исследование Слова Божия возрос в благодати библейского откровения. Далее идет притча о закваске. «Иную притчу сказал он им Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Вот в этой притче нет ничего случайного, как и в каждой другой притче. Три меры муки и закваска – это христианское учение о Святой Троице. Именно через догмат о Святой Троице мы становимся настоящими христианами, когда верой воспринимаем этот догмат, и Царствие Божие может состояться в нашей жизни, как некая реальность каждого из нас, как и Христос говорил, Царствие Божие внутрь вас есть. «Все сие Иисус говорил народу притчами, а без притчи не говорил им, да сбудется реченная честь пророка, который говорит, отверзу в притчах уста мои и за реку сокровенной от создания мира». Три меры муки и кладется одна закваска. Закваска здесь символизирует веру, то есть, если мы верой воспринимаем догмат о Троице, то он произрастает в нашей жизни. И далее мы читаем, «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом и приступили к нему ученики его, сказали, изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющие доброе семя – сын человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия», о чем мы уже говорили, «а плевелы сыны лукавого, враг посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы суть ангелы». Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего, пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники высияют, как солнце, в царстве отца их, кто имеет уши слышать, да слышат». Действительно, лица святых просияют незреченным светом, а лица нечестивых пребудут во мраке в тот день, в день страшного суда. Далее идет притча о сокровище на поле, которая подчеркивает ценность святого Евангелия, что ради этой ценности мы можем отказаться от всего, что имеем. Ради превосходства во Христе и со Христом мы можем все потерять, но если Христос будет с нами, то мы все обретем. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет и покупает поле то. То есть человек обнаруживает сокровище на поле. Многие не знают, что представляет из себя это сокровище и на каком поле оно зарыто. Но когда человек узнает эту тайну он от всего может отказаться, как апостол Павел восклицает, что он все почитает за ссор, за мусор ради превосходства во Иисусе Христе. Далее притча о жемчужине, она должна усилить впечатление о том, что было сказано выше. еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел и купил ее. Действительно, когда мы обнаруживаем истину Святого Евангелия как спасительную истину для нас, как истинное Господнее руководство к действию, ради этой истины мы должны не просто от многого отказаться, от всего отказаться, и тогда мы обретем все, но уже во Христе и со Христом, как и сказано, ищите Царствие Божие и правды его, остальное все приложится. Далее идет притча о неводе, еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, которые, когда наполнился, вытащили на берег и сев хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века, изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и вергнутых в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Однажды святитель Иоанн Златоуст восклицал, кто вышел на проповедь? Рыбаки и пастухи. Что они сделали? Они забросили сеть евангельского благовествования и через некоторое время вся Римская империя была уловлена в эти сети. Но так как в сети попадает и хорошее, и плохое, обычно моряки, рыбаки на берегу моря или тут же в лодке, они разбирают свой улов и то, что хорошее не оставляют, а плохое выбрасывают. И если евангельская сеть уловила тебя и меня, мы должны оказаться истинно верующими, насколько это только возможно. Истинно верующими в то, что Иисус Христос Сын Божий. Ибо само греческое слово «ихтиос» «рыба» это аббревиатура слов «Иисус Христос Сын Божий». Ибо вера в Иисуса Христа как в Сына Божия может нас сделать добрым уловом для Господа Бога, когда Он уловит наши бессмертные души во спасение. Далее Христос говорит о книжнике, то есть о человеке грамотном, начитанном, который научен Царству Небесному. То есть для которого Евангелие Царства превыше всего. И спросил их Иисус «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему «Так, Господи!» Он же сказал им «Поэтому всякий книжник, то есть всякий духовно образованный человек, начитанный человек, наученный Царству Небесному, то есть Евангелию, подобен Хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Новое – это Новый Завет, старое – это Ветхий Завет. То есть христианин, наученный Евангелию, Царствие Божие, который признает теократические принципы Бога, он использует все Слово Божие для проповеди истины о Христе. Ибо, как апостолы писали, все писание, то есть в совокупности всех книг Библии, полезно для научения, для обличения. И апостол Павел давал наставление юному Тимофею, «Вникай в себя и в учение, занимайся всем самым постоянно, так ты спасешь и себя, и слушающих тебя». И также наставляя его, он говорил, «Как не приду к тебе, занимайся чтением». И когда окончил Иисус притча сие, пошел оттуда и, придя в Отечество свое, учил их в синагогиях, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария и братья его Иаков и Иосиф и Симон и Иуда и сестры его не всели между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, «Не бывает пророка без чести, разве только в Отечестве своем и в доме своем и не совершил там многих чудес по неверию их». То есть эти люди оценивали Христа, потому что они знали о Христе, потому что они слышали о Христе, потому что они видели, но они не могли проникнуть в подлинный смысл личности Иисуса Христа, ибо вера в то, что Иисус Христос Сын Божий, Бог, Мессия, если она обнаруживается в чем-то сердце, это означает, что сам Бог, Отец прикоснулся к этому сердцу. И об этом мы видим в 16 главе Евангелия от Матфея, когда Петр исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим и Христом Мессии, сам Христос говорит ему, «Не плоть и кровь открыла тебе это, но Отец мой, который на небесах». И притча Иисуса Христа, это каждая из притч, это великие проповеди о теократических принципах Царствия Божия, которое может осуществиться сегодня и уже сейчас в наших сердцах, как на небе, так и на земле.